дорогие друзья поступил такой вопрос что полезно ли пить молочнокислые бактерии для того чтобы справиться с дисбактериозом понятно что наша пищеварительная система там кишечник желудок и так далее да это не знаю 60 70 процентов нашего здоровья иммунитета и так далее поэтому когда нарушается кишечная флора нужно об этом знает любой доктор куча каналов в интернете да нужно заселять его бактериями и для этого мы пьем различные напитки молочные содержащие бактерии бифидум бактерии лактобактерии так далее вот и насколько это полезно чтобы нам грамотно в этом разобраться давайте посмотрим какой путь проходит вот это еда эти напитки до попадая к нам в пищеварительный тракт вначале ну понятно рот там слюна и так далее все понятно но первое серьезное препятствие у нас на пути этого продукта на пути этих бактерий которые даже на упаковке пишут что они живые и они приносят пользу вот это желудок желудок задача желудка это не расщепление еды хотя это тоже он частично выполняет основная цель желудка это стерилизация продукта то есть это убивание всей жизни чтобы микробы не попали к нам в организм неважно полезные они или не полезные в желудке у нас кислая среда это соляная кислота в прямом смысле кислота настоящая кислота которая алюминий разъедает ссылки так далее вот такая кислота у нас содержится в желудке и она полностью убивает всю микрофлору все что мы откусили яблоко грязные с ветки до немытая съели там куча какой-то жизни это вся жизнь погибла в кислоте дальше если по каким-то причинам на желудок недоработал что-то он плохо переварил или там сниженная кислотность у нас так ли да и каким-то чудесным образом часть бактерий лактобактерии например из молочного напитка из йогурта или там кефирчика попала дальше в двенадцатиперстной кишки кишку 12 перстной кишки там противоположная реакция там щелочная реакция и она такая же агрессивная как и в желудке кислотная только другая противоположность то есть если какие-то виды бактерий полезных в данном случае не погибли в кислоте они точно погибнут в щелочной среде потому что там агрессивная щелочная среда и далее когда пища проходит уже в тонкий кишечник там нейтральная среда там должно быть все стерильно уже к этому отделу нашего пищеварительного тракта пища достаточно обработанная она стерильно в ста процентах случаев поэтому когда нам говорят что вот в рекламе мы читаем или там у блогеров каких-то что пейте кисломолочные напитки потому что они улучшают дисбактериоз вот там макселин недавно мы рекламировали да вернее делали обзор по нему там кисломолочный напиток там или любой другой кисломолочный напиток друзья поверьте науке поверьте тому что известно о биологии о работе наших органов да что вся жизнь убивается на этапе желудка и на этапе 12 перстной кишки никакие бактерии ваш кишечник не доходят из пищевых продуктов это невозможно так наше тело устроено поэтому еда попадает в тонкий кишечник уже полностью стерильная но некоторая польза от продуктов молочных кислых она все же есть и какая-то польза дело в том что я вот много на своем канале здесь рассказывал о том что не ешьте сахар не ешьте углеводы уберите как можно меньше чтобы в вашем рационе содержалось углеводов так вот молоко содержит углеводы мало есть молочный сахар который также как и любой другой сахар он в принципе не очень полезен для нашего организма эти молочнокислые бактерии когда они молоко скисает и получать сам кефир просто кваша там йогуртом любые виды там не знаю там что угодно кисломолочных напитков вот они эти бактерии съедают сахар и организму не надо перерабатывать этот сахар выделяя там инсулин там и так далее запуская всю эту гормональную перерабатывающий завод по переработке сахара вот наш организм просто избавлен от этой работы когда мы пьем молочнокислые продукты они уже не содержат в своем составе сахар и от этого организму легче и от этого эти продукты считаются легко усвояемыми усвояемыми легко усваиваемыми как-то так вот и эти продукты они считаются диетическими но ни на какую микрофлору они не влияют и микрофлору они не улучшают соответственно это миф а теперь посмотрите вот на что мы берем йогурт который после когда в нем завелись эти микроорганизмы съели весь сахар он на вкус кислый либо нейтральный и что делает производитель он добавляет туда сахар вы видели йогурт какой-нибудь где-нибудь который не сладкий клубничный там персиковые все эти йогурты шмогурты они сладкие то есть всю ту пользу которую для нас проделали организмы производитель убил добавив туда сахар и вы употребляете такой продукт думаю что он полезный вере рекламе маркетологом и различным блогерам которые рассказывают про здоровый образ жизни вот на самом деле там 0 пользы ну кроме питательные то что он питает это как-то несомненно соответственно друзья мои если вы хотите хоть какую-то пользу получить от йогурта кефира и фидум бактерий на какого-нибудь там не так далее так далее кисломолочных продуктов которые содержат это вот полезные микроорганизмы и они полезны для нашего организма то берите те которые не содержат сахара берите те которые не содержат добавок вкуса усилителей ароматизаторов и так далее так далее берите чистый живой йогурт берите чистый живой там кефир берите чистый без добавок там не знаю скисшее молоко простокваш вот это будет натуральный продукт и он действительно будет легко усвояемый хоть и польза от бактерий ну то есть улучшение состояния кишечника избавления дисбактериоза это мнимая польза она выдумана маркетологами всем здоровья узнавайте больше данных с канала метод смолякова подписывайтесь на канал метод смолякова